Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Итак, дорогие друзья, сегодня я забрала посылочку с пряжей и поэтому нашему проекту под названием Париж по модели Светланы Волкодам Быть. Итак, сегодняшнее видео я хочу посвятить вот обзору этих ниточек, которые я получила, рассказать вам о своих первых впечатлениях, поскольку я никогда не работала с этой ниточкой, ну и поделиться с вами какими-то своими советами и, возможно, получить советы от вас. Ну, во-первых, мои хорошие, хочу поблагодарить вас за активное участие в просмотре моих роликов. Меня это очень-очень радует. Мой канал стал набирать популярность и это как обратная связь. Это когда вот вы ходите на работу и ожидаете получить какую-то, ну, пусть не хорошую, но зарплату, да? Вот так вот и блогеров ваши просмотры, ваши комментарии, ваша активность очень хорошо подхлёстывают на новые идеи, на новое вдохновение и хочется творить в прекрасном настроении. Поэтому я очень-очень благодарна вам за просмотры моих видео, за подписку на мой канал, за ваши лайки, в общем, за всю вашу активность. Спасибо вам, мои хорошие. Что ещё хочу сказать? Для тех, кто только что зашёл на канал, для тех, кто не знает, что на канале существует вкладка «Сообщество», она находится на главной странице канала, поэтому я просто рекомендую вам заходить в эту вкладку. Я буду там делиться. Вкладка, кстати, появилась не так давно. И это очень удобно, потому что не всегда есть возможность снять ролик, не всегда есть возможность, ну, как бы время, да, чтобы загрузить этот ролик, а хочется поделиться какой-то информацией, важной информацией, которая пригодится вам, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики. Поэтому в этой вкладке «Сообщество» там, ну, теперь я буду активно загружать туда вот какую-то важную информацию. Поэтому заходите туда, пишите, как бы, свои комментарии. И это хорошая возможность вот обратной связи со мной. Поэтому не игнорируйте эту вкладочку. Там много полезного. Ну, и теперь, мои хорошие, хочу вам показать вот эту пряжу, которую я только что вот буквально принесла. Вот прогулялась до пункта выдачи заказов и начинаю изучать и делюсь с вами своими впечатлениями. Это пряжа. Да, теперь давайте расскажу по количеству пряжи. То количество, которое купила я. Потому что вот все, кто собирается вязать со мной этот проект «Париж», ну, это информация для вас, да. Вы у меня спрашиваете, сколько же пряжи нужно. Девочки, я не умею рассчитывать вот прям до ниточки, до грамма точное количество пряжи. Я всегда покупаю с запасом. Поэтому я вам тоже так советую делать, потому что лучше пусть останется, даже если вы никуда не пристроите остаточки, лучше пусть она лежит, чем ее не хватит. Так вот, мои хорошие, я купила пряжи. Килограмм 400 грамм. Значит, вот в этом проекте, там, конечно же, намного меньше. Но и размер, как мы помним, вот этого набора, да, комплекта, кейп и юбка, 44-48. У меня сейчас размер где-то 48-50, но я просто вот как бы даю такую себе на скидку, да, в большую сторону отклонения веду. Поэтому я вот купила, ну, наверное, каждого моточка больше, а может быть где-то даже и полтора моточка. У меня, значит, Ализе, в смысле, Янарт Ангора Делюкс белого цвета, сейчас скажу, 300 грамм. Черного цвета, соответственно, этой пряжи Ангора Делюкс тоже 400 грамм. И в таких же количествах Лана Голд белый цвет 300 грамм и черный цвет тоже 300 грамм. Ну, короче, в итоге у меня получилось килограмм 400 грамм. Кстати, мне интересно, я давала ссылочку на сайт Мир Вышивки, где была 5% скидка. Просто интересно, кто-нибудь ею воспользовался или нет. За всю посылку я отдала вместе с доставкой до пункта выдачи, там тоже существует какая-то плата, по-моему, 210 рублей и оплатила. Я отдала 2400 рублей. Ну, может быть, что-то около этого. В общем, 2400. Вот за 2400 мы будем вязать вот такой вот шикарный комплект. Сразу отвечаю на вопрос. Там были комментарии по поводу пряжи к этому комплекту. Кто-то написал, что пряжа к этому комплекту используется другая. Девочки, я связывалась с Светланой Волкодав. И она сказала, что она давала сама, во-первых, описание к этому мастер-классу, да, по этому комплекту. Это ее личные разработки. То есть, это не журнал мод, а это Светлана Волкодав отдавала все вот в редакцию журнала для публикации. Поэтому вот такой хороший мастер-класс. Единственное, что здесь вот перепутали белый и черный цвет пряжи по количеству, но это не беда. А так, в основном, мастер-класс хороший. Еще раз повторю, это разработка самой Светланы Волкодав. Поэтому здесь не должно быть, я думаю, вопросов. И думаю, что пряжа здесь все-таки да. Потому что это сама мастер как бы давала информацию для журнала мод. Но вы, конечно же, можете вязать из другой пряжи. Но никто как бы это не запрещает. Дело ваше. Что я хочу вам сказать, как буду вязать я. Я уже решилась. И я тоже немножко изменю состав пряжи. Значит, что по этому комплекту. Там используется Лана Голд в одно сложение и Ангора Делюкс в два сложения. Я же хочу сделать по-другому. Хоть и пряжи я купила именно вот, ну, чтобы использовать так, как написано. Но вот буквально пять минут назад ко мне пришла идея, что я, ну, как всегда, это же не Елена Ситникова, если она что-то, да, не поменяет. Смотрите, как буду вязать я. Я буду добавлять вот эту свою любимую ниточку шелковый блеск. Девочки, она очень шикарная. И теперь я уже точно убедилась, почему я ее выбрала и не жалею. Ну, во-первых, оптовая цена, когда я покупала ее на фабрике, для меня было 120 рублей за 100 грамм. Это, ну, вообще шикарная цена. Но даже если в розницу брать 180 рублей, она сейчас стоит, это не так уж и дорого. И вот эта вот пряжа Ангора Делюкс. Она стоит 210 рублей. Тоже, кстати, ну, какая-то скидка была на сайте на ее пряжу. Помимо той скидки при заказе, которая существует. Так вот, мои хорошие, делюсь первыми впечатлениями. Во-первых, эта пряжа немного колется. Я ее прислоняла вот к шее, где самая чувствительная, да, кожа. Может быть, у меня такая вот чувствительность, гиперчувствительность. Почему я и не использовала вот махер раньше, да. Но для меня она немножко колется. И поскольку комплект у нас состоит из кейпа и из теплой юбки, которая предполагается, ну, носить его на что, да, вот кейп на водолазку там или на блузку. И юбка, соответственно, тоже снизу будут не голые ноги, там, а колготки, допустим, да, или какие-то гамаши, я не знаю, сейчас модно так носить. Так вот, вот, как бы это и спасет этот комплект, потому что, на мой взгляд, пряжа все-таки немного колется. Может быть, поэтому ее и мешают вот с Ализе Лана Голд, чтобы вот не было вот этой колкости. То есть, когда мы ее смешаем, да, сейчас возьму вот эту вот пряжу, да, смешаем, вот, допустим, белый цвет у нас идет Ализе Лана Голд и два сложения Ангора Делюкс. И вот, когда она смешается, вот эта вот пряжа Ализе Лана Голд, она, ну, уберет, наверное, вот эту вот колкость, которую создает Махер. И достаточно толстая ниточка получается. Но я буду делать не так. Я сделаю еще мягче. То есть, у меня будет Ангора Делюкс в одно сложение. Я сюда добавлю шелковый блеск, тоже белого цвета, вот эту вот нежнейшую ниточку, из которой, кстати, вот этот свитер я вижу с Аранами и добавлен там, что там добавлен, Кашемир, да? Вот. У меня будет вот такой состав. То есть, шелковый блеск, одно сложение, одно сложение Ангора Делюкс и еще одна ниточка, Лана Голд. Вот так вот буду вязать я. Мне кажется, вот этот шелковый блеск с его мягкостью, ну вот, совсем вот эту колкость Махера он как бы уберет. Вот. Поэтому вот к чему вот я пришла, да? Вот эти нитки, шелковый блеск по этой цене, это шикарная цена для такого качества ниток. потому что я вот пробую вот эти вот ниточки по 137 рублей Лана Голд, да? Вот эту Ангору, я почему-то думала, что вот эта ниточка будет мягче. Нет, она не такая уже мягкая. Да, она создаст тепло, уют какой-то, но для меня важно, чтобы она была не колкая. Но она, к сожалению, увы, не могу сказать, что прям уж очень колется, но все-таки колется. Ну, ничего страшного, кейп мы будем носить не на голое тело, поэтому я думаю, что будет все нормально и хорошо. Так что, вот, мои хорошие, вот, делюсь с вами своими мыслями, делюсь с вами своими ниточками, своей покупкой, своим приобретением. Вот, к проекту я готова. Что еще? Сегодня я еще получила вот этот вот наперсток для вязания жаккарда. Девочки, сразу хочу сказать, он очень маленький. Вот, на картинке он выглядит достаточно такой крупный, и здесь вот, есть вот такая вот штучка, типа, вот, ну, оверсайз, да, на любой пальчик можно одеть. Вот это вот предполагает, что оно растягивается, да, то ли у меня руки очень большие и пальцы толстые, но когда я его примерила и походила какое-то время вот с этим наперстком, ну, буквально вот полчаса, полчасика, да, у меня онемел пальчик. Девочки, ну, я и нашла, и из этой ситуации нашла решение. вообще сам по себе наперсток очень удобный, то есть, здесь вот открывается, сюда заправляются ниточки, и мы вяжем жаккард. С этим наперстком очень удобно работать, но когда это комфортно пальцу, то есть, когда здесь не перетягивается, а он, увы, для моего пальца не подходит по размеру. Девочки, что я сделала? Я же и отсюда нашла выход. Я взяла зубную щетку, вот так вот одела этот наперсток и оставила на какое-то время. Ну, вот он у меня, я пришла сегодня с ночи с работы, и он какое-то время у меня вот так вот, ну, наверное, часов шесть лежал. И вот, перед выходом за посылочкой, думаю, дай-ка я посмотрю, что же там происходит, как моя идея работает или нет. Девочки, идея работает. То есть, если оставить на какое-то время наперсток на, ну, не обязательно это должна быть зубная щетка, какой-то другой диаметр, ну, естественно, который будет больше вашего пальца, да. Вот, оденьте этот наперсток на эту штуковину, возможно, вы тоже воспользуетесь зубной щеткой, как и я, да, если она у вас вот такая вот толстенькая, и все, проблема решена. То есть, я уже вот, ну, я реально как бы вижу, что мне уже не давит. То есть, он какое-то время посидел на зубной щетке, и он уже стал другим. То есть, у меня уже здесь все свободно, все хорошо. Так, этим я поделилась с вами. Теперь отвечаю на вопрос еще. Вы у меня спрашивали, в каком журнале жакетик, который, вот, который мы все-таки не выбрали, но кто-то из вас все-таки решился его вязать. Журнал 591. Вот он, этот журнал, в котором жакетик Шанель. Вот. Во вкладке сообщества, сейчас я его найду, я оставила информацию. Вот он, этот жакет. Очень хороший канал. Зайдите в эту вкладку, там есть ссылка на, ну, девушка вяжет юбку вот в этой технике. Причем там юбка связана, по-моему, спицами и резинкой. Здесь вязан жакет филейной сеткой и крючком, да. Но техника одна и та же. Там очень много полезной информации, как это делать и вообще, как это собирать. Жакетик на самом деле непростой, как может показаться на первый взгляд. Поэтому я от него и отказалась. возможно, работы вот этого нового проекта Париж мы к нему и вернемся. Но для тех, кто уже хочет его вязать, я вам оставила там ссылочку на эту полезную информацию. Так что, дорогие мои, давайте друг друга поддерживать. Я буду делиться с вами полезной информацией во вкладке сообщества. Заходите туда и вместе мы будем усиливать наше волшебство. Не забывайте, что мы с вами волшебницы и у нас все-все получится. Ну вот, мои хорошие, это такой небольшой обзор говорилка, такая видеоговорилка о моих планах, о ниточках, о том, как можно изменить вот этот наперсток, который нам понадобится при вязании жаккарда. Так что, я уже в принципе готова. Вот, да, чуть не забыла. Сейчас еще, девчонки, покажу вам, еще хотела поделиться. Значит, что, на каком этапе у меня сейчас находится этот свитер. Уже связана спинка перед и уже я начала вязать рукавчик. И вот в этом рукавчике я использовала прием. Вот, посмотрите, как, видите, пружинит. Конечно, сравнить вам сейчас не с чем, потому что у меня здесь, ну, я не могу взять сейчас вот этот свитер, где, эту часть свитера, где резинка, потому что у меня на нем стоит камера. Вот, но уверяю вас, что вот этот способ набора вязания, вернее, кромочной первого ряда я использовала при помощи вспомогательной нити. Мне очень-очень понравился этот набор и шикарно смотрится, очень аккуратный край. Насколько я, вот, вязальщица неопытная еще, но мне это очень-очень понравилось. и я в очередной раз задаю вам вопрос, нужно ли вам это показать, потому что там есть видео на ютубе, да, по вот этому набору петель при помощи вспомогательной нити, которая срезается, но, естественно, я же там еще что-то привнесла, как это можно сделать легче, особенно тем, кто только-только начинает. поэтому у меня к вам вопрос, нужно вам это показать, хотите вы это увидеть, и я буквально, может быть, завтра даже сниму и поделюсь с вами вот этой вот информацией, так что уже совсем-совсем близко, ну, рукав, я говорю, смотрите, как красиво, да, шикарно смотрится, вот, рукавчик тоже будет интересный, не просто, там сверху будет до конца горловины, вот эта косичка идти, в общем, все покажу, все расскажу, близится к завершению мой этот свитер с аранами, как только я его свяжу, сразу приступим к вязанию нового проекта под названием Париж, это я вам уже точно-точно обещаю, потому что я практически готова, у меня все есть для того, чтобы начать творить вот эту вот красоту, все, мои хорошие, благодарю вас еще раз за вашу активность, очень приятно, когда ролик набирает, ну, такую популярность, когда громадное количество просмотров, в общем, это воодушевляет, это заставляет шевелить мозгами и фантазировать, чтобы радовать вас своими идеями, своими вдохновениями и делиться своим опытом, все, мои хорошие, буду на этом заканчивать, всех люблю и до новых встреч, с вами была Елена Ситникова, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова